Мир Божий всем вам доумножится! Сегодня хочу рассмотреть очень интересную тему про водное крещение младенцев. И я ее назову так. Я православный. Нужно ли мне перекрещиваться в зрелом возрасте осознанно водным крещением, если я покаялся и уверовал в Господа Иисуса? Многие из тех, кто были рождены в православной семье, я уверен, что большинство были крещены младенцами. Я сам родился в семье староверов, и, насколько я помню, я был крещен в возрасте 9 лет. Но примерно к 15 годам я очень сильно начал бунтовать против всего правильного и хорошего. и мне даже порой нравилось делать неправильные вещи, которые делают современные молодежи и просто в мире подростки. Мой бунт продолжался примерно до 24 лет, пока я не покаялся по-настоящему и по-настоящему не уверовал в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. И водное крещение, которое проходил я в детстве, и все мое окружение, все ребята, с которыми я рос, это водное крещение не приблизило нас к Богу ни на шаг. Я в своем окружении, честно сказать, я не знаю ни одного рожденного свыше человека, который верит в Иисуса всем сердцем, силой, крепостью своей, всей душою своей, живет для Него, думает о Нем, питается от Него, слушает Его, для которых Иисус является всей жизнью и единственным источником информации, откуда Он черпает истину. Поэтому я в своем окружении скажу, я такого не видел. А если они и были, то они где-то очень прятались. Но у нас такого не было, я бы узнал. Город у нас маленький. И так вот, ни меня, ни все мое окружение, с кем я рос, это не приблизило к Богу, водное крещение. Но при этом его проходили все. По традиции. Почему это не приблизило нас к Богу совсем? Потому что не было осознанного покаяния перед крещением. Смотря в Библию о крещении, вот что я нашел. Иисус и Его ученики учили, что перед крещением всегда идет вера в Бога. Осознанная вера. Зрелая вера. По крайней мере, вера, которая способна высказать себя. Во что человек верит. Но никак не вера духовных родителей. Заступников, наставников, или крестных родителей, как говорят. Петр сказал, один из апостолов, покайтесь. Далее идет покаяние перед Богом. Сначала идет вера, потом идет покаяние перед Богом. Человек искренне должен раскаяться в своих грехах. Далее Библия говорит, и те, кто приняли Его Слово всем сердцем, крестились. До крещения люди должны слушать Слово, принять Его всем сердцем, раскаяться и принять осознанное решение креститься. Получается, человек должен быть с такого возраста, что сможет слушать, проявлять веру и принимать такое решение, опираясь на Библию. Некоторые пытаются оправдать свою теорию крещения младенцев, ссылаясь на место из Библии про Корнилия, где покаялся Корнилий и весь его дом. Но следует отметить, что домашние Корнилия, которые приняли крещение, услышали Слово, получили Святой Дух и начали славить Бога. Это неприменимо к младенцам. То, что они уверовали, получили Духа Святого, начали славить Бога. Такое невозможно применить к младенцам, если очень внимательно прочитать про Корнилия. Также в доме не обязательно должны жить семьи, где есть младенцы. Там не говорится, что у Корнилия были младенцы. Написано, что все домашние его крестились. Есть множество семей в этом мире, где нет вообще детей. Есть множество семей, где дети вообще выросли. Невозможно просто опираться на стих про дом Корнилия и строить на этом свою теорию, и защищать, строить свою доктрину, защищать теорию про крещение младенцев. Невозможно. Там не говорится об этом. Говорится, что они с радостью приняли слово, что на них сошел Дух Святой, и они начали прославлять Бога. А как сошел на них Дух Святой, об этом мы поговорим в другой раз, потому что это было что-то видимо и что-то слышимо для людей, раз они поняли, что Дух Святой сошел на язычников, как написано. И все это неприменимо к младенцам. В Библии есть еще и другие примеры, когда крестились только мужчины и женщины, а про младенцев не говорится ничего. И хотя в Библии нет возрастных ограничений для крещения, все же ясно, что младенцы не могут проявлять веру и посвятиться Богу. Может, кто-то скажет, что для этого есть заступники или, не знаю, как их назвать, но крестные родители. Но Библия не подтверждает таких крестных родителей. Каждый человек, написанно, даст отчет за свою веру перед Богом и то, как он жил. Поэтому библейски никак не подтверждаются крестные родители. Никто из учеников Иисуса никогда не был, да Иисус сам не был, крестным родителем никому. Некоторые сторонники крещения младенцев ссылаются на слова Иисуса. Не препятствуйте младенцам приходить ко мне, ибо их есть Царство Божье. Но заметьте, Иисус не говорит, что что-то о крещении. Он просто благословил их, возложив на них руки. Иисус говорит, что Царство Божье принадлежит им, младенцам, не младенцам, а детям, потому что они доверчивы и восприимчивы к учению. Поэтому крещение младенцев не имеет под собой никакого основания, библейского основания. Этому не учил Господь Иисус, этому не учили ученики, и этому никак не можем и не должны учить мы. И тогда назревает вопрос, что делать, если я был крещен младенцем? По Писанию мы должны покаяться перед Богом. То, что мы грешные люди. По Писанию мы должны провозгласить свою веру в Господа Иисуса Христа, что мы веруем в Него. Мы спасаемся верой, а никак не крещением или какими-то другими делами, только верой. И так же мы должны получить по Писанию Дар Святого Духа. Так написано, и получают его все, кто послушен Богу и кто исполняет первые шаги веры. Покаяние, крещение водой и получение Дар Святого Духа. Как и написано в Библии. Поэтому я хочу помолиться за всех тех, кто был крещен во младенчестве. Кто еще слышит это первый раз и может кого-то мои слова привели в замешательство, я предложу вам открыть Библию и просто посмотреть и изучить самим, что же Библия говорит по поводу крещения младенцев. И есть ли там вообще такое? А если нету, что мне делать тогда? Ведь, как я только что сказал, человек должен покаяться перед Богом, проявить свою веру. А это может сделать только человек уже в осознанном возрасте. Это не сказано взрослый или ребенок. Но человек должен осознавать, что он делает. Поэтому попросим Бога, чтобы он открыл наши глаза видеть и уши слышать и наш разум к разумению. Отец Небесный, спасибо тебе за то, что твоя истина высвобождается. Она делает нас свободными. Спасибо тебе, что открываешь нам то, что нужно исправить в нашей жизни. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы мы стали послушными детьми твоими. Чтобы ты нас стал бы взращивать так, как ты это желаешь, а не так, как нам люди это диктуют. Чтобы мы научились все сверять с твоим словом, Господь, а не с теми словами, которые нам рассказывают люди. Ведь всякий человек может искренне заблуждаться или по-настоящему обманывать. Но только слово твое, которое есть священное, которое было написано по вдохновению твоему через людей твоих, Господь, через святых твоих. Оно истинно и непреложно. И все, что в нем, да и аминь. Поэтому, пускай истина твоя, Отец, всякого слушающего, и который еще не разумеет этого, да освободит во имя Иисуса. Я благословляю всякого человека, который размышляет над моими словами и приходит к пониманию, что ему нужно сделать шаг веры, покаяться, креститься водою и получить дар, обещанный дар Святого Духа. Я благословляю всех этих людей во имя Иисуса Христа. И говорю, Отец, да сбудется написанное в твоем слове. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Будьте благословенны, братья мои и сестры. Размышляйте над словом, загляните в свое сердце. Бог желает, чтобы мы были бы взрослыми по уму, зрелыми по уму и младенцами на гнев, но не младенцами по уму. Поэтому давайте взрослеть, славить нашего Бога и наслаждаться жизнью в Нем. Ведь только в Нем есть наслаждение жизни. И мы будем наслаждаться жизнью, когда мы будем послушными детьми, как любой родитель испытывает радость, когда его дети послушные. И когда они послушные, он гневается, либо он разочарован. Не будем разочаровать своего отца, а сделаем первые шаги к нашему настоящему послушанию. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok